В Сытоминском центре детского творчества на днях чествовали первых выпускников студии изобразительного искусства. Изначально группа состояла из 20 учеников, но выдержали 10-летний курс обучения лишь трое. На выпускном вечере состоялось и посвящение в юные художники представителей молодой смены. Когда вы станете взрослыми, вы сделаете наш мир еще ярче, еще красивее, потому что вы все творческие люди. Именно с этих слов Елена Баклыкова и начала заниматься с детьми по приезду в Сытомино. Сначала в школе, а потом набрала малышей в изостудию при местном центре досуга и творчества. В коллективе ее приняли сразу. Эталон, да, культуры, эстетики, сдержанности. Вот настолько одарен человек, каким образом даже могу сказать, что воспитанность, интеллект, действительно знания очень такие богатые. Эти знания и мастерство Елена Леонидовна старается постоянно совершенствовать. Вот и на сегодняшней выставке можно было увидеть не только работы отличников, но и живопись руководителя и зо-коллектива. А интересы детей, утверждает она, с каждым годом меняются. Мы любили декоративно-прикладное искусство очень сильно. То есть сейчас дети неприемлемы, потому что надо кропотливо сидеть, это выписывать, каждую черточку. Им надо сделать все скорее, быстрее. Поэтому сейчас мы уже занимаемся в основном не декоративно-прикладным искусством. Они любят батик, они любят гуашью рисовать, потому что там, ну, результат почти мгновенно получается. Первые 12 человек уже с первого года обучения принимают участие в конкурсах. В 2002 году одна из воспитанниц стала призером районного конкурса. С тех пор уже всех наград не перечесть. Тем более, что и коллектив увеличился до полусотни учащихся. Самые усердные и талантливые из них в этот день получили свои награды. Дорогие наши веселые кисточки, юные художники и третий коллектив акварельки, мы вас очень любим, уважаем, ценим, благодарим за то, что вы у нас такие молодцы, такие мастера. Об одном только сожалеют. За первый десяток лет технически ни разу не получилось сделать передвижную выставку, хотя работы того стоят. Работы отправляются по почте, на окружной уровень, значит, на областной, да, у нас и на всероссийский, на международный. У нас горный поселок раньше был, с удовольствием был. Лямина нас всегда очень хорошо принимает. Мы всегда дружим, и, конечно, пока мы еще это не осуществили, это пока в планах, в мечтах. Новичков, которые только в этом году начали заниматься в студии, сегодня торжественно посвятили в юные художники. А с выпускниками пришла пора прощаться. Беспёрстого Лида, например, помнит тот первый день, как будто вчера. Было очень страшно вначале. Елена Леонидовна очень добрый человек, и она встретила нас, и начала нас вести с первого класса. С первого, и вот по сей день она нас ведет. Почему класс? Не знаю. Я иду в медицину, а надеюсь, что где-то как-то я все равно буду продолжать рисовать, потому что это остается внутри меня, в душе. Со слов Лиды, одним из самых увлекательных на занятиях были экспромты с пластилином, рисование в технике граттаж. Ну а сегодня выпускница предпочитает работать уже маслом, пишет пейзажи и портреты. Но что бы ни было интересно ребенку, уверена Елена Леонидовна, он, несомненно, талантлив. Надо только этот талант развивать. Яна Сутармин, Дмитрий Самбур, телерадиокомпания «Север».